Всем доброго утрочка! Мы не снимали завтрак, точнее я не снимала, потому что мы торопимся, мы едем. У нас сегодня не очень веселое мероприятие с утра. Как видите, я вся в черном, где тоже в темном. В общем, поехали! Давайте я вам покажу. Это Санкт-Петербургский крематорий, находится на Шафировском проспекте. Мы идем туда. Так, что случилось у Сережи? Это муж моей сестры, у нее умирает папа. Это было ожидаемо, это не ковид. Он уже давно был в не очень хорошем состоянии. Так что у нас такое не очень веселенькое мероприятие, я вам уже это говорила. Просто показать хотя бы, как у нас здесь все выглядит. Поверну, покажу. Довольно приятное место. Тоску не навевает. Моя белочка красавица, в таком платье шикарном. Покажу. Здесь в доме у нотариуса сидим, заняли очередь. Ну, вот это вот в тех домах, где у меня кладовка. И мы тут себе кофе заказали, вкусные булочки. И ждем очередь к нотариусу. У нас сырнички, чай, два сочника и вот у нас сырнички. Вкусненькие. Всем доброго дня или доброго вечера. Уж не знаю, уже 6 вечера. На мне вот эта вот пижамка с любимого василька. Такая приятненькая. Сейчас вам покажу. Вот видите, такие кошачьи лапки. Классная, классная, классная. Все это можете посмотреть в предыдущем ролике. И сейчас мы, кстати, кушаем. И напишите мне, как вам моя картинка. Потому что снимаю на новый телефон. Так, а у нас еда. Это что у меня такое, вроде? Это какой-то гратен овощной. Потом мы черешнику купили такую красивую. Смотрите, как классная. Прям цвет обалденный. Я люблю очень черешню. Девчонки, а что вы больше любите? Какие фрукты вы любите? Виноград, не знаю, что. Нектарин, персик. Какие еще есть? В общем, все, что любите, напишите мне, что любите больше. Я очень люблю черешню. Так, еще у меня чай с лимончиком. Вроде кофе, как обычно. А что у тебя такое тут вкусное? Салат какой-то с рисом и с тыквой. И там что-то. А, с курицей. Понятно. Ну ладно. Вот так мы кушаем. Девчонки, а вы напишите, кстати, что вы любите из блюд. Тоже мне интересно. Вот что вы любите и сами готовите, и сами. А, и напишите ваше самое такое коронное блюдо летом, которое вы любите, но которое готовится очень-очень быстро. Прям быстро, просто вот такое. Напишите мне, пожалуйста. Буду благодарна. Мы тут с Руди решили вокруг озера вечером прокатиться. Сейчас покажу. Он тут еще долго копается. Вон там наряжается. Спортсмен-разрядник. А, Джей... Давай. Сейчас жарко будет. А у него в рюкзачке там батон и пирожок какой-то. Это муточком. Джей провожает. Давай. Погнали нам вон туда. Так, мой вел. Да, поехали. Так, мы поставили свои велики. А еще мы до этого заехали на малину, естественно. Короче, малина вкусная, но ее сейчас немного. О, как здесь тепло, хорошо. Там утятки. Вот, да. Вот утятки. Так как у нас булки немного, мы будем кормить тех, кто подплывет. Давай вот сюда встанем. Вот сюда, потому что здесь какие-то коряги. Главное, она не провалится. Ну, знаешь, батон... Целый батон. Это немного. Это вот для таких. И вон, чайка там. Сейчас еще кто-нибудь приплывет. Как ты говоришь, как это... Как они там плавают? Как-то очень быстро. Как ты прошла, скажи. Давай. Кроши батон. Вон они, бедняжки, боятся. Ну, я тебе показывала, как. Турбо включили режим. Смотри, как оживились. Ути, 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 ути. Сейчас, вон, чайка может приплывет. Нет, что-то у нас как-то скромный какой-то выводок. И других нет. Сейчас, подождем. Может, кто-нибудь еще приплывет. Здесь какое-то небольшое количество уток. Только чайки, вот, да, быстренько хватают. Ну, так прям совсем никого. А чайки могут спокойно поесть. Ой, какие чайки. А может, ты с кормом? Жалко же чайок тоже. Или они могут где-то покормиться на реке, а утки здесь только. Чайок больше возможностей. Да. Они все взрослые. Ну, ладно, да. Тут дети, да. Но, в общем, тяточек здесь мало как-то. Как-то надо на ту сторону, да, со сладками буки. Поехали тогда, да? Поехали. Вот, кстати, почему-то чайки не пристают к уткам, да? К утки, наверное, их наклеуют. Поехали. Наверное. Диаспора. Погнали. Поехали. Вокруг озера у нас получается 3,5 километра. Во лосинах. Руди в куртке. На улице тепло, хорошо. И, как видите, прекрасное солнышко. Приехали. Здесь вот много уточек. Особенно вот там такие утятки. Давай кидай. Здесь мы и докормим всех. Рудольф поехал на второй круг. Вот я вот здесь вот покормила уток. А, и чайки еще. Да, красавчики. Прилетели. Ой, смотрите, там лодки люди катаются. Сидят, точнее, просто не катаются. Вот. Вот тут все. На великах. Я на велике. Я пока тихонечко домой, потому что второй круг мне тяжко. А вон Руди сейчас мы посмотрим. Вон катит. Сейчас вам покажу. Где он там из-под деревьев сейчас их идет. Руди, давай в тебя верю. Вон он там. В синей куртке второй круг наяривает. Спортсмен разрядник. Тут где-то 3,5 километра один круг. Я думаю, что он меня скоро догонит. Сейчас мне нужно выкинуть в мусорное ведро. И я пойду потихонечку домой. В руках пойду. Хочу прогуляться немножко. Всем добрая утрочка. У нас чай. У меня с... Я вообще-то был с лимоном, но я туда еще молоко добавила. Так, Руди сварил кашку у нас вкусную. С джемом. И этот черешенку покрошил, да? У нас десерт, бутербродики. Вроде такая же каша. Погода. А кофе у тебя еще, да? А погода у нас сегодня, Руди, какая у нас погода? Питерская. Питерская, да. В общем, пасмурно. Мы уже в штанах, кстати. Вот. И, похоже, дождь собирается. Руди, ты смотрел прогноз погоды, нет? Да, возможно, дождь. Да? Очень хорошо, не в себе. Мне как-то ощущение, что вернулись с курортов, и хочется солнышка. Опять тепло, и чтобы было хорошо. Ну, сейчас как бы тепло, но, блин, не настолько. Ах. А как у вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Погода поменялась. Я жду. Ну, может, только что зеленеет, да. Вот, видите, какие тепленько одеты. У меня штанишки. Ивановский трикотаж. Натали. Кофточка. Ивановский трикотаж. Любимый Василек. Все, у меня Ивановский трикотаж. Вот. Я поддерживаю отечественного производителя. В отличие от Рудольфа. Так молчит. Девчонки, еще раз всем привет. Хочу вам сейчас показать парфюмерию, которую я пользуюсь. Потому что вы меня просили уже много раз показать то, чем я пользуюсь здесь. Сейчас в июле у нас жарко, но сейчас немножко похолодало, как вы видите. На улице, так, где-то 24-25. Для нас это похолодало. И коты уже с удовольствием спят дома, залезают наверх. Там лежаночка. И сегодня даже спали. Это значит, что им уже не жарко. Но я все это время пользовалась ароматами. Покажу, какими. То есть, в принципе, у меня не такой большой выбор. В парфюмерии тут у меня всего три аромата. Так, нет, почему-то у меня было четыре. Сейчас я вспомню. Может, я где-то еще найду. Потому что я точно чем-то еще пользовалась. Да, нашла парфюмер, который у меня стоял. Просто уже такой более домашний. Но с него я и начну. В основном это использую Монсера Wild Fruits. Дикие фрукты. Я люблю его. Он очень похож на немножко на другой аромат. Но он более стойкий, шлейховый. Ну, значит, что он больше вынес секс и кислит. Вот на мой взгляд. Ну, я его использую сильно. Он хорошо держится, он хорошо наносится. Но вот, на мой взгляд, чуть-чуть реально в унисекс уходит. Хотя Монсеры, они все прекрасные. С мягким, прекрасным мускусом. Мне очень нравится. У меня, как видите, большой флакон и страча наполовину. Я обычно использую дома. Вот здесь во дворе погулять, покататься на лотипеде. Вот это домашний парфюм. Никакие улицы работы, естественно, я не пользуюсь. Потому что это сейчас не его время. Его время больше. Вот чтобы была вот эта красота какая-то, изыска такого, это больше где-то март месяц, чтобы вот в люди пойти. Летом он, вот этот мускус какой-то в нем, он мягкий мускус, хороший. Но какая-то холодинка, мужская нотка, да. Она почему-то лезет здесь, вот этого унисекса. Из-за этого я не хочу использовать его именно на улице. Потому что я и так ношу такие все оверсайзы, все вот это такое спортивное. Такой мальчик-девочка я не определился. И поэтому еще такой аромат добавит вообще антисекс полный, да. То есть для девчонок, но не нужно это. Я не считаю, что это стоит того. Поэтому только для дома, для спорта, для чего-то такого. Все прекрасно. Бассер Валфрус, прекрасный аромат. Хотите подарить мужчине, он будет счастлив. Девочки, вы мне писали еще, что нравится Рудольфу в парфюмерии, чтобы ему подошло. Я понятия не имею, чтобы ему подошло. Ничем он не пользуется. В принципе, это его личное право. Но как объяснить? Если мужчина не пользуется парфюмерией, давайте логично рассуждать, значит ему не нравятся сложные, трудные запахи, допустим, да. То есть иначе бы он пользовался. Поэтому, ну, чем мужчина обычно пользуется? Те, кто не пользуется парфюмерией, максимум там после бритья, и максимум дезодоранты какие-то, да. То есть или там гели для душа. Ну, короче, ничем. Значит, если вы хотите сделать мужчине подарок, когда он не пользуется парфюмерией, подарить ему легкий аромат. Не надо начинать с тяжелой артерии. Он никогда им пользоваться не будет. Поэтому, в общем, понятия не имею. Даже вопросов таких не задаю. Мне неинтересно. Вот серьезно, неинтересно даже. Человек не пользуется 50-му лет, да, 51 год. Значит, ему хорошо без парфюмерии. И прекрасно. Ну, как бы, он не воняет ничем. Нет, от него прекрасно пахнет какими-то лосьонами после бритья, и все остальное. Все нормально. То есть не все люди пользуются парфюмерией. Это нормально. Поэтому понятия не имею, что ему подошло бы, но явно что-то из легкого, да, вот из вопросов, которые вы мне задавали. А еще хотела ответить на такие вопросы, когда мне спрашивают, а есть ли квартира Рудольфа? А есть ли то, а есть ли то, а есть ли это? Извините, но это личные вопросы. И вот когда Рудольф заведет свой YouTube-канал, если он захочет это сделать, да, завести свой YouTube-канал, и захочет отвечать на вопросы, как бы, то, пожалуйста, канал у меня мой, девочки, если вы хотите видеть Рудольфа, пожалуйста, выходите на него как-нибудь там сами, и, пожалуйста, с ним общайтесь. Канал мой, я рассказываю про себя, про свою жизнь параллельно с другими людьми, но не значит, что они должны как бы что-то там отвечать или рассказывать. Я не рассказываю вам, сколько у меня имущества, да, но вот так вот, если брать, прям вот досконально, как бы, я не рассказываю вам действительно. И у многих из-за этого девочек вкладывается какое-то ложное впечатление обо мне, вот, но, понимаете, это канал обо мне даже, да, о моей жизни, но когда ещё какие-то люди, вот, просто, как бы, со мной вместе появляются и не против появляться в кадре, и при этом вы задаёте такие вопросы, как бы, да, и человек же тоже может посмотреть ролик, ему неприятно, он перестанет появляться в кадре, вы этого хотите или что? Вот я не очень поняла, как бы, да, чтобы люди категорически все отказывались сниматься, потому что это просто неприятно, они хитрят в каких-то вопросах, грят комментарий, погляд, град грязи и всего, чего только можно. Благодарю Рудольфа, что у него психика железная, но при этом, как бы, мне лично это неприятно, потому что я сначала думаю, ну ладно, как бы, люди не то, что бестактные, это просто глупые люди, которые такое пишут, потому что, ну, как сказать, да, канал мой, спросите меня, да, обо мне, да, а если вы хотите о нём, то или там о Маше, о Даше, о Глаше, которые появляются в моих роликах, да, там, чем она живёт, где она работает, сколько она, ладно, где она работает, ещё ладно, сколько у неё зарплата, там, сколько зарабатывает её муж, сколько у них немущества, ну, ёлки-палки, ну, такие вопросы очень сильно личные, и это надо быть полным, извините, ну, не знаю кем, короче, мне такие подписчики не нужны, идите нахрен отсюда, вот, поэтому, ну, адекватные люди такие вопросы не задают, естественно, девчонки, я к адекватным сейчас поношусь, поэтому я понимаю, что вы мне такое не зададите, а неадекватных мы в бан, потому что, ну, никому это неприятно, мне очень бы не хотелось, чтобы потом Рудольф сказал, слушай, я что-то не очень хочу сниматься, потому что мне это неприятно, мне там грязь пишут, да, какую-то, вот, поэтому, ну, вот, ну, единственное, что у нас, да, был такой разговор о том, что мне не подходит мужчина, если он не готов сниматься ролик, потому что как мне его там прикрыть, закрыть, ещё что-то, то есть у нас было такое, да, что я не очень хочу, мне это не очень приятно, не с ней, как бы, личный человек, и все такое. Я говорю, ну извини, дорогой, ну как бы вот так, да, так или никак. Сказала, да, хорошо так. Но, понимаете, когда вот это все сыплется, да, и вот это, зачем вам? Есть у него еще какая-то недвижимость? Сколько у него этой недвижимости, да? То есть, ну вот это, зачем эти вопросы как бы человека, который вообще просто появляется в кадре, да? То есть я не очень поняла. Вот, поэтому вообще непонятно. Если вам интересно, сколько у меня недвижимости, спросите. Я только хочу сказать, что я по моим представлениям состоятельный Рудольф по имуществу ровно в два раза. Ну, может, два с половинкой, два с копейкой. Понимаете? И поэтому, когда там пишут комментарии, что я села ему на шею и поехала, вот, поверьте, совсем не то. Потому что я так же работаю, девочки. И вот, извините, я сейчас просто немножко отойду. Давайте расскажу такой момент. Если вы считаете, что вы золушка, вот такая, да, у вас нет денег, ничего, вас примет, какой-то принцип будет вас содержать, но какое-то время, может, будет, и то не примет совсем, да? Это раз. Во-вторых, принцип нет. Это два. То есть запомните, если мужчина не был женат долгое, долгое время, много лет, значит, есть что-то, да? Наверное, взрослые девочки это понимают. Дальше продолжать тему не буду. Причины, значит, есть, да? Так, касаемо содержания, да? Если у вас нихрена нет, вы не работаете, вы только завидуете, сидите, сопли жжете, вас никто содержать не будет, вы никому не нужны. То есть вы нужны будете, ну, я не знаю, кому не будете, но, поверьте, вот нормальным мужчине вы неинтересны, девочке-золушке неинтересны никому, ясно? Поэтому идем, работаем, зарабатываем, работаем не на дядю Васю, потому что на дядю Васю просто и понятно. Вы пришли, дядя Вася вам заплатил там 40, 50, 60 тысяч, и все. Да? И вы с утра до вечера работаете. Если хотите зарабатывать больше, вы идите, работайте на себя и зарабатывайте уже столько, сколько получится. Это раз. Ну, это не раз, а это вообще понятно. Вот. И по остальному, то есть, мужчины не берут сейчас ответственность за женщину, но не берут, понимаете? Они могут сделать какой-то подарочек, могут там что-то вот такое, да, как бы какой-то знак внимания, но все остальное, извините, нет. Потому что если мужчина хотел взять ответственность, он берет ее лет в 20, да, и тащит семью, жену, детей и все остальное. Если он не хочет брать ответ, тащит не хочет, и поэтому рассчитывать на то, что какая-то там принцесса придет, и я такая королева, содержите меня, пожалуйста. Нет, девочки, вам придется ездить на автобусе на работу, да, и зарабатывать себе деньги. Никто вам трусы, носки и одежду, и там полностью одевать, покупать, все, да, не будет. И ваши вопросы и проблемы решать никто не будет, никто не будет покупать, как мне. Ой, намекнула там, вроде, чтобы он купил машину, елки-палки, слушайте, у него эта машина, его машина, понимаете? Он себе ее купил со скрипом, и вы считаете, что мужик побежал и тут же купил. Где такие машины? Ну, покажите мне пальцами, пальцами, не знаю, ногами, руками. Есть такие мужчины, но где-то по молодости, когда вы с ним знакомитесь, вы с ними вместе чего-то добиваетесь, и вам это все прилетает, да? Ну, не прилетает, но вместе вы заработали, это да. Есть там старые пенсионеры-папики, там, которым девушки молодые, 20 лет, 25, девочки, не при меня вопрос вообще, потому что мне за 40, понимаете? И неинтересно никакому папику, который бы меня содержал. Ну, неинтересно, понимаете, это нормально. Все папики содержать будут максимум девочек до 25, там, может, до 30. Ну, если девочка хорошо выглядит, и папик совсем пенсионер старый, прям на ладо дышит, ну, тогда, может быть, и у него денег там куры не клюют, да, то тогда, да. Тут домик маленький. Слушайте, мне даже смешно, когда мне говорят, ой, все такое, прям вообще, Руди такой молодец, только там, он молодец, конечно, да, Дольф молодец, спасибо большое, он деликатный, у него есть плюсы, ну, у него есть и недостатки, но помимо дома, дом у него небольшой. Все. То есть разговор у нас с ним был короткий, довольно-таки касаемо общей жизни, общего всего, мы с ним поговорили, и нас все устроило. Все. Что устроило нас, о чем мы поговорили, это наше личное дело. Все. Я вам не буду об этом рассказывать, поэтому это не столь важно. Если он появляется в кадре и вежливо отвечает, или просто вежливо разговаривает, вежливо, ну, как бы, потому что он общается со мной. Вот и все. Только из-за уважения ко мне, да. То есть не потому, что он вам хочет что-то рассказать, ему совершенно ни одна женщина из вас, и неинтересно. Ну, может быть, интересно, ну, по-другому сценарию, я уж не знаю, да. Но вот как относительно моего YouTube-канала, как моих подписчиков, ну, неинтересно мне это. Поэтому, пожалуйста. Так, еще пройдусь по теме, что у Рудольфа были анкеты знакомств. Ну, это нормально, девочки. Если вы хотите познакомиться, но вы работаете, понятно, что вы хотите с кем-то познакомиться. Где вы будете? На улице ходить, орать, табличка «Я познакомлюсь», да. Ну, вот у него тоже были анкеты, и, конечно, когда вы мне написали об этом, я ему сказала, он удалил себе свою анкету. Есть сайты, с которых анкету не удалить сразу, это я в курсе, потому что мы делали это вместе, я с ним поговорила, он сказал мне вопрос, как бы все нормально. Но там остаточное какое-то там пару месяцев анкета может висеть еще, как бы, типа, что, ну, как на время подумать, я не знаю, в общем. Поэтому, если вы где-то его увидите, ну, может быть, где-то есть. Но если конкретно видите анкету, пишите мне. И не так просто, я вижу там на сайте, он знакомится с девочками, девочки, мне все равно, с кем он знакомился до меня, да, с какими девочками там, с кем еще и вообще, да, и сколько у него было женщин до меня, какая разница. А сейчас, да, меня это беспокоит, потому что он мне сказал, что я удалил все, все, что мог. Если вы где-то найдете анкету, не надо писать голословно, я нашла там где-то, не знаю, и без ссылок, да, вот я писала много раз девчонкам. Пишите мне ссылку, напишите мне на почту, напишите мне, нет, я ни одной ссылки не увидела, никто мне ничего не написал, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому, как бы, знаете, вот это ля-ля-ля, пожалуйста, давайте по существу. Это раз, во-вторых, если вы мне все-таки дадите ссылку, я буду благодарна, потому что я тоже не хочу жить в розовых очках, как бы, да, естественно, поэтому вы понимаете, о чем я говорю. Если вы хотите сделать мне приятное, типа, а не вот это вот, а вы знаете, что ли, вот, ну, я не знаю, вы мне сообщили, хорошо дайте полную информацию, да, я тогда посмотрю, я поговорю с Рудольфом тогда, да, на эту тему, но, как бы, мне ее не дают, получается, я не знала, с чем к нему подойти, что у него спросить. Поэтому, если пишите, если вы хотите мне чем-то помочь, вы увидели анкету, пожалуйста, напишите, да, то, что я увидела там-то, 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 вот тебе ссылка, зайди, посмотри, все, хорошо, девчонки? Спасибо вам большое, если мне напишите, потому что я бы с розовыми очками жить не хочу, это раз, но и на человека кидаться, не зная даже ему, не зная, что предъявить ему, потому что мне какая-то девочка написала, тоже, ну, вот, понимаете, да, вот, ладно, так, про это, наверное, закончили, давайте я про парфюмерию продолжу, девчонки, ну, я бы еще раз повторюсь, люди не идеальны, если в 50 с лишним мужчины не было жены, отношения были, понимаете, но все эти отношения заканчиваются, да, то, понимаете, наверное, там все очень непросто, причем очень-очень непросто, да, вы, наверное, должны это понимать, да, я это тоже понимаю, но, как бы, все мы надеемся на лучшее, как обычно, иногда, ну, если вы мне о чем-то расскажете, о том, чего я не знаю, причем не просто расскажете, я тебе расскажу, да, вот как мне обычно, а именно так, что мне ссылочку оставите, все по-человечески, все нормально, то я вам буду благодарна, все остальное, знаете, это вот как бы ля-ля-ля, мне это не интересно, потому что вот это вот, бабушки у лавочки что-то там поболтали, это не никому интересно. Хорошо, девчонки, так, погнали дальше, тогда, следующий мой парфюм, это идиль, вот прекрасный аромат, который был у меня уже давно, герленный дель, у меня был в парфюмерной воде, кстати, он у меня уже закончился, чуть-чуть вообще осталось, буквально вот пару раз попшекаться, и все, я его использовала тоже дома, и на улицу, и мне он очень нравится, прекрасный, просто волшебный, так, а, кстати, если вопрос зададите, Рудольф ни разу не оценил ни одного моего парфюма, вообще он никак не реагирует, он ничего не говорит, ничего вообще, никакой реакции у человека, там, красиво, некрасиво, нравится, не нравится, слышит он, не слышит, ничего не говорит, то, что слышит он, это явно слышит там, запахи он слышит, Но говорить мне ничего, ни о чём, никогда не говорю. Ну, видимо, безразлично, потому что я бы сам не пользуюсь, наверное, не знаю. Я вам просто такие не знаю, мне неинтересно. Есть такие вещи гораздо посерьёзнее, и у меня столько дел, поверьте, что мне просто не до этого даже. Вот, ну, в общем, гидрин и динь прекрасный аромат. Повторять буду, нет, не буду, потому что немножко он ретро всё-таки, уже в ретро. Не хочу. Вот, поэтому закончится не оно. Но вопрос закончится, наверное, тоже повторять не буду, хотя, может быть, и повторю, но не сразу, через какой-то период времени. Так, следующий аромат, естественно, Light Blue Dolce & Gabbana, тот, который мне Рудольф привёз. У меня ещё вот такой же флакончик 30 мл и такая трубочка на 10 мл в наборе была из Tifora, которая пахнет вообще отстойно. Трубочка у меня даже, я бы клала, правда, сумку, честно скажу, не выкинула. И она у меня тут укатилась со стола, разбилась, и я, ну, и туда ей дорога. Вот, 30 мл флакончик у меня остался в квартире лежит. В общем, поэтому я как-то, я не пользуюсь той парфюмерией, потому что она плоская, она, ну, понимаете, она российская. Здесь Light Blue, конечно, у них формулировка, ну, я вам ещё покажу, это классическая версия. Она, конечно же, проще, то есть формулировка изменилась, не буду скрывать, да, чувствую это. Она стала значительно легче, используя тоже её дома, на выход никуда, но в жару, спокойно, дома. Вот, вот, для меня это мой домашний аромат тоже, да, вот дома, 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 знаете, вот домашний. И я бы сказала, что я слышу такой легкий, легкий шлюп, выходя на улицу от себя. Да, он видит, он прекрасен, как бы он такой, но он более тонкий стал. То тонкий, звонкий, не такой насыщенный, не такой густой, как был раньше, да. Дольче Габбаны испортились, конечно, так если сказать. Вот, ну, это была классическая версия. Но всё-таки это куплено он в Тинляндии, я специально говорила, не на границе покупать, потому что граница Полковской, как что, вот Полковский наш дути-фри, да, вот если мы в Санкт-Петербурге берём аэропорт, что вот этот дути-фри, который у нас на границе Финляндии, там российские собственники, я не верю. Поэтому просила купить мне где-нибудь в Финляндии, в каком-то торговом центре, где есть парфюмерные магазины, вот там он и купил. Вот если вопросы задавали, потому что где он купил мне парфюмы конкретно, в конкретно в каком центре, торговом понятия не имею, но специально видел. Даже мне говорила, поедешь, я сейчас ещё тебе парфюмы. И, в общем-то, нашёл, я причём просила его купить мне 30 мл, мне 30-25 мл, да, извините. А он мне говорит, что было только вот 50 флак, он говорит, устроит, мне ещё пишет тогда сообщение, я говорю, конечно, устрою, бери всё, спасибо. То есть это не было, скажем так, сюрпризом, то есть я сама попросила его этот аромат мне привезти. Вот, просто насчёт объёма я вам сказала. Он, конечно, звучит гораздо богаче, лучше, чем наши российские ароматы, и мне он нравится. Его повторять я буду много раз, да. Но, хотя вот с этой лёгкой версией, она подходит только летом, на жару, когда вот просто, чтобы от вас было что-то приятное, такое звучание. Ну, вот так вот. Сколько он стоит, я не знаю. Ну, хорошо. Так, дальше мой любимый аромат, который я люблю на лето, обожаю, и ношу его в основном на выход, на улицу. Пошла, пошла работать. Я использую Томфорд вода соли бланки. У меня уже 57 литров, видите, как мало осталось. Вот это мой вкусняшка. У меня он перелит вот в такой маленький атом. Я вот этот атом ношу с собой в сумочке, а вот это вот, конечно, тумба-юбла, хоть 150 литров, ну, вот такой вот. Мои любимые фисташечки, да, мои любимые. Кокосики, молочко, вот это вот сладкое, я люблю сейчас. Прямо люблю, обожаю. И я даже не могу сказать, что я сильно ощущаю у себя, и что у меня как-то душит. Ну, душит вот такую жару, мне он очень комфортен. Вот, поэтому вот его прям люблю, видите, как бы израсходовала довольно много. Пользуюсь им каждый день. Вот, это мои ароматы на сегодня-сейчас. Больше я пока парфюмерию сюда не привозила, потому что пока мне хватает, да, тут, ну, вот видите, два аромата очень похожи, то есть light blue и васфрут. Но васфрут, у меня внутреннее состояние, что это униссекс. И если я душусь и пойду на улицу, на улицу, на работу, да, с ним, то у меня будет ощущаться состояние, что я каким-то больше мужским подушила. Вот такой вот. Рудольф не тянется к моим парфюмам, потому что, ну, он им просто не пользуется, он даже и не старается. Знаете, это другой человек, другого питания вообще. Ему не нужно что-то трогать моё, я не трогаю его, это нормально. Так, мой кокосик, а мой дочек об аналогии. А, и девочки, если ещё вот тоже мне там говорят, вот он там должен был догадаться или что-то, он простой человек, простой мужчина вот именно с таким простым характером. А если я что-то сказала, он понял. Если я не сказала, значит, он и не догадывается, и не думает. Ну, вот, понимаете, да, тут на самом деле гораздо так проще, что, да, он не догадливый совсем, может, многие русские мужчины не более догадливы, нет, у него такого нет, но если мы поговорили, я надеюсь, что он, ну, не надеюсь, но в большинстве случаев, да, он понял или как-то там он меня услышал, и он это делает. Некоторые вещи, конечно, может не всё делать сразу, но надо разговаривать, то есть как-то догадаться о чём-то он не может, да, то есть, я говорю, и, в общем-то, если я что-то хочу, как бы, да, от него получить, допустим, там, не знаю, мечтаю, то мне нужно просто подойти и ему сказать это. Так он ничего не будет делать, потому что, ну, вот такое. Либо, если я хочу получить, и если это я буду там от него что-то отдать, мне то купи, то мне купи это, ну, тоже, понимаете, да, никто мне ничего не купит, это нормально, то есть никто меня тут подержать не собирает, ни меня, ни Машу, ни Дашу, ничего не глашу, ни никого, короче, вот, поэтому тут разговор вообще не о том, то есть мужчина бы изначально не делал отношения, если бы я была золушкой, там, с тремя копейками и всё остальное, да, то есть мы изначально поговорили, кто сколько зарабатывает, кто как живёт и кто что-нибудь, вот, и поэтому всех всё устроили, так что я просто, чтобы вы не заблуждались, что есть такие мужчины, которые ещё кого-то там подбирают, как любовниц, пожалуйста, да, если мужчина жена глубоко, ему где-то хочется гульнуть, это да, это лапша на уши, там всё такое, а потом через какое-то время там куда-то, если люди взрослые и свободные, то они разговаривают вообще о другом, то есть вот, я думаю, что многие девчонки взрослые, которые такие, да, как я, они об этом понимают, но есть такие девочки, которые вообще живут, по-моему, в какой-то мире параллельной вселенной, вот, ну, в общем, ладно, всё, я погнала, у меня сегодня работы полно, ой, надо собраться и уехать, так, с Рудольфом у нас разговор был о том, что нам нужен шкаф, потому что, как ещё раз повторюсь, дом не достроен, он его строил, но ещё много что ему нужно доделать, и поэтому все вот эти достройки, там, второго этажа, пристройка, навес для машин, мы решили сейчас отложить, потому что с ним обсуждали, что первую очередь нам нужно, нам нужна мебель, потому что у него неумебелированный дом, ещё пока, и поэтому нету даже шкафа, спальни, да, и, естественно, вещи у нас просто лежат на комоде, поэтому поговорили о том, что нужен шкаф, и мне нужен трюмо, потому что я продолжаю краситься тупо на столе, но трюмо заняться нужно мне, естественно, заказать, я, естественно, закажу в том же месте, где заказал все свои любимые трюмо, мне нужно просто дизайн нарисовать, отправить, чтобы мне Алексей, вот этот мужчина, который сделает трюмо, посчитал и сказал, сколько это будет стоить, сколько займет времени, предоплату внести, и всё, и это будет уже делаться, так как самим шкафом будет заниматься Рудольф, мы с ним оговорили размер, половина его, половина моя, и, в общем-то, всё по-простому, надеюсь, что он его закажет, так, ну, всё, да, потому что нам нужно реально куда-то вещи откладывать, а мне нужно где-то красить, потому что сейчас у меня всё это на столе, я даже повернусь, покажу, насколько у меня безобразно всё это выглядит, вот так, видите, вот, но из-за того, что, во-первых, мы не успеваем, у нас много дел, у нас работа много, у него, у меня, то есть мы просто не успеваем много, что делать, и это всё не быстро, так, знакомо, месяц, ну, поэтому, знаете, за месяц не успеваешь делать всё, если учитывать, что очень-очень много дел, так что, вот, а это, если что касаемо моей жизни, я вам рассказываю, что касаемо моего сумочка, всё до сих пор, вот, сейчас ношу, я всё хочу сумку, девчонки, спасибо вам за советы, кстати, чтобы вы мне прислали, значит, сумочек, ну, как бы, да, что приобрести, но я хочу ещё что-то, я посмотрела, но у меня что-то не зашло, я хочу ещё сумочки поищу, напишите мне, может, ещё в комментариях, мне всё-таки нужна летняя сумка, лето ещё всё-таки идёт у нас, да, и, ну, как-то с тёмной сумкой ходить не очень, поэтому, надо что-то мне светленькое, светленькое, не сильно большое, у меня вот этот рюкзачок мой большой, это, это, конечно, прикольно, но у меня вот что-то поменьше и светлое, вот, поэтому, я от вас жду в комментариях, да, но можно тёмное, ладно, тоже посоветуйте, потому что скоро осень, мне нужен такой средний размер, вот, примерно, вот в таком размере, вот он меня устраивает, размерчик сумочки, всё, у меня сюда помещается, но что-нибудь другое, ну, то есть, как-то не этот цвет, а сначала, сейчас, ну, вообще, нужно светлое, что-нибудь, вот, точно такую же сумку, а, похоже, вариации, заказывать в светлом свете я не хочу, но потому что будет всё одно и то же, и где мне это купить, память, сегодня всё, я погнала, если что-то будет интересное, я вам сниму, если нет, то мы встретимся завтра, и, в общем, напишите мне, кстати, свои парфюмы, какие вам нравятся в этом месяце, вот вы ели, чем вы пользуетесь, понятно, что у всех была жара в этом месяце, есть жара, и будет продолжаться жара, напишите мне, пожалуйста, будем обсуждать, есть у меня теперь вариант, что Рудотт будет ездить в Финляндию, и сможет мне оттуда приводить, единственное, что он едет не так часто, но где-то раз в месяц он туда ездит, потому что у него тоже там есть дела, есть свои какие-то, даже и не по работе, у него там семья, мама, сестра, и ему тоже нужно какие-то документы там оформлять, менять, всё, потому что он имеет финское гражданство, поэтому, в общем-то, у меня появилась возможность покупать парфюмерию за границей, поэтому, девчонки, если что-то такое, у вас вкусненькое, интересненькое, напишите мне, я с удовольствием на что-нибудь приобрету, потому что, конечно, когда меняется температурный режим, хочется какого-то нового аромата, но много приобретать не будет, раз в месяц, один парфюм, один флакончик достаточно, потому что даже в месяц у меня обычно тратится где-то 30 миллилитров, любого аромата, ну, то есть всего 30 уходит, и если я покупаю 50, то 50 не уходит, мне чуть-чуть останется в конце месяца, а если я трачу несколько ароматов, естественно, еще остается, и когда вот это накапливается, сейчас я пытаюсь, стараюсь как-то истратить то, что у меня было, те ароматы, да, и сильно не приобретать новые, но иногда что-то вот хочется, поэтому что-то, если есть, в русские магазины я не хожу, и даже не собираюсь, даже там, для боте прохожу мимо, не хочу вообще, знаете, даже мне тут ничего не хочу, буду только нюхать, если вы мне какой-то совет дадите, как совет конкретного аромата, тогда я его понюхаю, вот, ну, все, девчонки, целую вас, веду, потому что все, у меня уже, иначе я буду опасывать, я вас целуюсь, я была Аша Алина, здесь в следующем видео, в комментариях, здесь я на всех целуюсь, у меня отличное настроение, главное, здоровье, девочки, самое главное, здоровье, это самое важное и ценное, что есть у человека, и спасибо большое Рудофе, что он это понимает, когда мы с ним разговаривали, поговорили на первый день, мы познакомились, мы поговорили, и в принципе он понял, и он очень в этом отношении, ко мне, то, что хорошо отнесся, он понял, о чем я ему говорю, и насколько мне плохо, и я осталась дома тогда, и все, то есть все, то есть вот с первого дня, я приехала сюда, и я больше отсюда не уезжала, то есть только на день, только поработать, и потом вот в течение недели, он взял все возможное, чтобы коты могли приехать, и больше я отсюда не уезжала, он как-то у нас был такой, я говорю, все, я поеду домой, то есть знаете, как говорят, люди не ругаются, люди ругаются все, потому что и притирают, и все остальное, и я говорю, все, я поехала домой, поехала домой, он говорит, куда ты поехал, все, приехали уже, ты уже дома, вот он так и разговаривает, поэтому спасибо ему огромное, за то, что он понимает, на то, как я себя на самом деле физически плохо ощущаю, насколько я себя плохо чувствую, и благодаря ему, я иногда даже могу выехать, иногда не могу выехать за рулем даже, если мне действительно не очень хорошо, поэтому он мне помогает, конечно, потом немножко бухтит, но спасибо вам огромное, и из-за этого я могу хоть какие-то дела делать, сама могу работать, и чуть-чуть у меня это продуктивнее получается, потому что мне легче, хотя на самом деле самочувствие у меня очень, не то, что не идеально, а оно просто реально хреновое, серьезно, поэтому, как бы там ни писали, я просто о нем не говорю, но это видно, и Рудольф это видит, все равно в бытовой жизни это все заметно, ничего тут хорошего нет, прекрасно для себя не чувствую, к сожалению. Девчонки, я приехала на свой участок, я сейчас хочу в магазин сходить, потому что я, блин, раз закрыт магазин, я заходила в пятерочку, в пятерке было полно народа, я хотела купить булку для уток, да, магазин закрыт, продавца нет у нас, продавец уволился, другого нет, так, там какой-то код, нет, это не тот, который вы ищут, ладно, ну что, хочу вам показать тогда свой участок, приезжал ко мне трактор и разравнивал у меня здесь площадку, закапывал у меня мои пни, вот все такое, и в итоге взял у меня еще 6 тысяч, но после меня на работу 6 тысяч 125 рублей и 7 тысяч, то есть 13, 125, мне обошлось вот это, что я вам сейчас покажу, вот смотрите, у меня вот здесь вот все разровнено, вон все закопал, прикопал, засунул, естественно, сверху я буду подсыпать песком, да, ну вот, сейчас как бы вот так покажу, здесь, конечно, он катал все, мою щебеночку, все это ПГС раскатал, вот здесь такое, в общем, он здесь просто равнял, у меня вот где-то от этого, вот этого вот штучки, да, и вот к столбу, и тут должен быть забор, я просила не трогать это место, потому что я буду делать забор, но прежде чем ставить забор, тут мне еще нужно получить документы, так, давайте посмотрим, вот здесь он у меня тоже подкопал, молодец, а вот там за вагончиком, сейчас посмотрим, вот здесь походим, давайте, так, давайте о планах расскажу, пока у меня в планах поставить забор, но забор я поставить не могу, потому что у меня нет документов, на собственность, вот сейчас как раз, я ездила к нотариусу, вечером уже по своим делам подавала, сейчас женщине отвезла документы, и еще там справки, бумажки, выписки о вступлении в садоводство, от того, чтобы получить собственность, потому что у нас вот этот продавец не оформил ни на этот, ни на тот, ни на тот участок, у нас не было документов, так, давайте вот здесь покажу, здесь вот он закопал сюда и присыпал землей, да, здесь вот по свету я вижу такой голубой, это суглинок, так, и сейчас мы посмотрим, и суглинок у нас там, да, вот тут тоже вот, вот эту часть мне приподнял, это хорошо, но я сюда еще песка навезу, то есть песок на геотекстиль, потому что эта часть может провалиться, здесь он не закопал все мои пни, и все такое, здесь разровнялась, сюда я буду только песок засыпать, потому что основная часть дома будет стоять здесь, но это мой вагон, да, как бы, вы все в курсе, так, здесь небольшой заезд, здесь доски, которых в принципе, наверное, лучше куда-нибудь перетащить, они были как основание для туалета, но я так понимаю, их уже можно забыть, ну, в общем, вот как-то так, сейчас на данном этапе так, потом я планирую забор ставить вот там, и вот здесь часть тоже, да, закрыть, но я не знаю, пока у меня нет документов, я не знаю, где точно пройдет граница, вы понимаете, вот, именно из-за этого мне сейчас ничего не сделать, то есть не начать здесь ничего, не строить, не делать, потому что у меня нет документов, и вот сейчас я нахожусь в стадии этих документов сбор, потом, если отсыпать вот эту часть, вот эту часть, да, просто брать и класть геотекстиль, и засыпать песком, то пока жара на улице, но сейчас, правда, не жара, но в ближайшие там недели еще будет жара опять, и мне некогда этим заниматься, я, пожалуй, займусь этим, когда будет чуть прохладнее, потому что песок пылит, надо трактор вызывать, и целый день надо сидеть, так как здесь нет ни вентилятора, ни кондиционера, ничего, поэтому понятно, что пока работы встали, да, вы меня просто спрашиваете постоянно, что у меня с участком, что у меня с домом, и все такое, но, извините, это как бы вынужденная мера, потому что погода, да, иногда влияет погода, и на какие-то вещи, где даже моего присутствия не нужно, допустим, да, тот же забор там можно заказать, найти работников, которые все сделают, и пусть они тут делают, я говорю, ну, опять же, у меня упирается в то, что я не знаю размеров своего участка, вот, поэтому, как-то вот там вот так получается, так, ну что, давайте сейчас, не купила я батоны уткам, блин, ну, это как-то булку, да, вот хочу, не знаю, попробую завтра съесть, завтра у меня опять работа, у меня опять дела, у меня опять поездки по недвижимости, завтра, сегодня целый день, я просто разъезла, сегодня целый день нотариуса, вчера была нотариус, короче, у вас целый день вообще, вчера вот Руди поехал со мной, он говорит, мне не надо, я говорю, Руди, пожалуйста, я поеду одна, нет, он говорит, давай с тобой, и в итоге получилось так, что он целый день сидел, меня ждал, и я там бегала, 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 со всеми документами, со всеми делами, ему, конечно, вообще не интересно, сегодня поэтому он работает, а я езжу по своим рабочим делам, вот, и занимаюсь дополнительно еще своими личными делами, и при этом, я вообще вот разрываюсь, честное слово, так, у нас вечером, у меня борщ, сейчас вот так издалека покажу, у нас вот такой десерт вкусный, я не знаю, что это, с фисташками что-то, так, два хлебушка, я бы просила без морса, а что у тебя тут, что такое рыба, 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 и вот это вот какая-то крупа, так, моя ложка, у нас вечер уже, Руди теплодет, так, мы ищем песню, потому что у Юрия Антонова есть какая-то хорошая песня, мы найти пока ее не можем, не у всех песни хорошие, но у всех есть хорошие, да, смотрите, какая темнота, вообще даже фонари включили, да, еще караул, а на улице, дождь сейчас реально ливанет, поехали, мы сейчас поехали на водопой, это с канистрами за водой, блин, а реально сейчас какая-то, ну, посидим на шине, подождем, пока прольет, что-то должно быть, что-то, ну, так реально темно, вообще, да, в масоколе, смотрите, как у нас темно, тогда в машине, о, темно-то вдруг молодежь, ха-ха-ха, темнотища, это мы вон тут воды набрали, вон сколько, считали тут по 2 рубля, вот в такой штуке, в общем, максимально заливе, на улице, такой вообще дождь пошел, вроде как обычно бухтит, бухтит,